приветствую вас друзья с вами варчик и продолжаем знакомиться с патчем 921 в этот раз рассмотрим британский пт 10 уровня badger якобы барсук я бы скорее его бургером каким-то назвал чем барсуком как раз виду он такой вот многослойный снизу булка посередине начинка сверху еще булка нормальный такой бургер а начинка у нашего фастфуда следующие 10 градусов уэн и точность 0 3 сведения 1 из 7 пробитие 272 голдой 320 альфа 480 средний урон минуту 3556 который легко разгоняется до 4400 с обычным оборудованием и при полном фарше там 4700 хвостиком вот такой у нас бургер это прям как какой-то королевский ну а по сути какой должен быть бургер британский по любому королевский также по подвижности у этого танка 15 удельная мощность плохой поворот на месте в виде 25 градусов ну и подвижность принципе оставляет желать лучшего значит этот танчик бронированный ну и здесь картошка нас не подвела вела в игру бронированный танк если посмотреть на танки которые водились раньше то бронированные танки хоть и были сильной броней но у них были уязвимые зоны и здесь картошка вела танк у которого во лбу нет уязвимых зон ну и такое чуть последнее время тенденция пошла на введение бронированных танков вообще без уязвимых зон видимо увидели что таким образом голда приемник из этих танков получается более серьезный здесь даже для голды практически нет уязвимых зон но за одним исключением чтобы так было нужно спрятать нлд да и нлд не сильно простое по краям это нлд пробиваться особо не собирается если ему и стрелять в нлд то нужно стрелять в середину но если нлд не видно куда же стрелять если у вас пробить хорошие там 330 340 желательно кумулем то можно вокруг орудия справа и слева стрелять по таким вот выпуклостям ну кроме как сиськами я не знаю как назвать если же у вас пробитие ниже то можете себе в ноги пострелять потому что больше стрелять некуда этому танку разве что довернет корпус будет ромбовать и тогда по бокам орудия справа и слева откроются такие квадратики которые внутри находятся вокруг маски но попасть в них крайне будет сложно потому что там принципе места практически нет а зная картошкин вбр снаряд может улететь куда угодно вот и получается что барсук бургер любит такие вот места узкие где его не закрутят потому что ему нужна лобовая стычка желательно через рельеф чтобы пользоваться у военными прятать нлд и просто своим дпм все аннигилировать пух и прах но вспоминая те же самые какие-нибудь из и 7 хочется просто всплакнуть я просто представляю как из и 7 стреляют куда попало и никуда просто не пробивает этот танк принципе это танчик для меня намного интереснее чем какая-нибудь бабаха которая была до этого ну и в принципе об всей ветке по броне всех вот этих бронированных будок вплоть до тортойс это конечно приятно потому что ну они были вообще не очень честно говоря а с нынешним выбором который посылает снаряд куда попало выцеливать лючки в них будет сложнее потому что там только сделали так что в центр лючка пробивается а по краям уже брони побольше и может не пробиться поэтому это значительный такой об выживаемости всей ветки британских пт а именно бронированных без башни по сути танк получился очень сильный но этот геймплей мне особо не нравится я такое не любитель играть на таких вот пт медленных которые зависят от команды от карты если арта нет арты если type 5 heavy против нас нету там или еще какая-нибудь фугасная зараза по типу т49 я такое не люблю играть на медленном танке никуда не успевать и раз в 10 тысяч боев попадаться на ласфель ехать в ущелье без арты и накидывать бесплатно 8000 урона но с другой стороны с его дпм и броней возможно и на других картах будет что-то получаться это нужно уже тестить на основе на тестовом сервере принципе ничего не потестишь там все играют на full галдей хотя честно говоря на тесте хотя бы как-то ездят и играют хочешь как-то в бою участвуют потому что на основе часто бываешься вся команда на респе стала и все на тесте хотя бы не бояться и едут но это не точно с вами был арчик играть красиво пока